Добрый вечер! В прямом эфире информационный выпуск сегодня в студии Ольга Схавребова и в начале коротко о главных событиях дня. Добрый вечер! Добрый вечер! Наш корреспондент Елена Газаева с подробностями. Добрый вечер! 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 Южной Осетии. У нас уже подписаны соглашения о сотрудничестве в разных областях. Не раз состоялись официальные и рабочие визиты юго-осетинских делегаций в Сирию. А во время встречи Анатолия Бибилова и Башара Асада были подчеркнуты намерения долгосрочного сотрудничества. Сирия, являясь древнейшим государством на Ближнем Востоке, на протяжении многовековой истории находилась в сфере геополитических интересов сильных государств и не имела возможности развиваться как самостоятельное и суверенное государство. Освободившись от османского ига, Сирия оказалась под гнетом Франции, независимость от которой Сирия получила 17 апреля 1946 года. Этот день сирийцы называют днем эвакуации. У Южной Осетии и Сирии сложились дружественные отношения. Арабская республика – пятая по счету государство, признавшая независимость Южной Осетии 29 мая 2018 года. Сообщение об этом важном событии было опубликовано на сайте МИД Южной Осетии. Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская республика, подтверждая свою приверженность основополагающим принципам международного права, объявляют о взаимном признании. Страны стремятся к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества и взаимодействию на благо своих народов. После состоялся официальный визит президента Южной Осетии в Сирию. Анатолий Бибилов и Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве и официально закрепили взаимное стремление к развитию двусторонних отношений. Вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня двустороннего сотрудничества, они успешно будут продолжены на взаимовыгодной основе. Действительно, сближение наших стран имеет под собой достаточно серьезную основу. И эта основа, прежде всего, заключается в том, что у нас фактически общие геополитические противники и общие геополитические партнеры. Главами обе государств не раз было подчеркнуто о том, что отношения Южной Осетии и Сирии в будущем продолжат расширяться во благо двух тружественных народов. Я думаю, что в ближайшие годы одним из направлений сотрудничества между нашими государствами станет вопрос признания геноцида осетей. Этот вопрос у нас стоит сегодня действительно на повестке дня. И в ближайшей перспективе наша республика будет активно продвигать эту проблематику на международном уровне, на международной арене. В непростое для Сирии время эта страна поддержала народ Южной Осетии. И признание независимости нашей республики является для нас знаменательным и историческим событием. Агунда Губозова, Алим БТФ, информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с Днем Независимости. Цитата. «Народ Осетии всегда с благодарностью будет помнить неоценимую поддержку, которую Сирийская Арабская Республика оказала республике, признав Южную Осетию как самостоятельное и суверенное государство. В этот знаменательный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья и успехов, а всему народу Сирии мира, добра, процветания, новых горизонтов и перспектив». Конец цитаты. К другим темам. Большая стройка в республике продолжается. Строители отмечают, несмотря ни на что, основные работы на многих объектах уже завершены. Значительного отставания от графика сдачи не будет. Все объекты, внесенные в инвест-программу, будут построены. Алан Тибилов о том, как преобразится центр Цхинвала в ближайшем будущем. Несмотря на сложную ситуацию, большая стройка в Южной Осетии продолжается. В общем, обо всем по порядку в нашем репортаже. Начнем со стройки в центре Цхинвала. Здесь уже завершается строительство четырехзвездочной гостиницы «Ирестон». Здесь осталось провести небольшой объем работ, но в целом все уже готово. Строители полностью воссоздали фасад таким, каким его помнят горожане в ее историческом виде. 43 номера стандартных и класса люкс. И еще один президентский номер. Кроме этого, в гостинице будет свой ресторан, паркинг и даже фитнес-центр. А для деловых переговоров – просторный конференц-зал. Это обычный стандартный номер. Давайте посмотрим, как он выглядит. Здесь будет своя кухня, резервуар воды на случай ее отключения, салон красоты, массажный кабинет, мини-сауна и многое другое. На данном этапе завершения строительства у нас ведутся такие работы, как монтаж оборудования, мебель первого этажа, оборудование, мебель номерного фонда, сборка завершена. Также у нас идет декоративная отделка травертинов, лестничных пролетов, уборка помещений, также выставка светильников и торшеров. На завершающем этапе и другой символ города – фонтан на центральной площади. После окончания строительства он будет светомузыкальным. Рабочие уже устанавливают гранитные плиты и к 9 мая демонтируют забор, огораживающий стройку. Когда же заработает фонтан, мы спросили у руководителя проекта. 9 мая мы планируем уже полностью очистить площадь, чтобы мероприятия праздничные прошли уже полностью на нашей площади. Как границы откроются, наши специалисты подъедут и примерно понадобится пусконалазочной работы где-то примерно 2-3 недели. Необычно уютным получился мемориальный комплекс защитникам Осетии. Благодаря работе ландшафтных дизайнеров территория комплекса приобрела эстетический вид. Остались последние штрихи – установить скульптуру и элементы барельефа. Это лишь малая часть строительных площадок республики. И если пандемия коронавируса помешала работам, то лишь на время. Курс на развитие Южной Осетии – процесс необратимый. Алан Тибилов, Азамат Кудзеев, Зарина Таттаева, Альдина Чихоева. Информационный выпуск «Сегодня». Цхинвал преображается. Ограничительные меры в республике не коснулись деятельности сотрудников управления благоустройства городской администрации. Они приводят в порядок городские улицы, стригут газоны, будут высаживать и саженцы деревьев. Подробности в репортаже нашего корреспондента. В столице начался сезон озеленения. Несмотря на введенные ограничения, работа кипит. Управление благоустройства городской администрации приводит в должный вид газоны на столичных улицах. Убирают мусор, совняки. За неделю они придадут ухоженный вид газонам на всех благоустроенных улицах Цхинвала. А уже завтра работники благоустройства приступят к высадке саженцев липы. По словам лошадного дизайнера городской администрации, эта порода деревьев – отличный вариант для создания зеленого облика в городской среде. Эти деревья имеют густую крону, неприхотливы к окружающим условиям. Дым, пыли, загазованности не несут вреда аллергозависимым людям. К работам по озеленению города мы приступили неделю назад. Обновляем газонные покрытия, проводим срежку кустарников. Мы понимаем, что в республике действуют определенные ограничения, но если мы не проведем эти работы сейчас, потом просто не осилим. Газоны зарастут травой, потребуется больше времени и сил, чтобы привести их в порядок. Пока мы не можем приступить к высадке цветов, так как саженцы завозим из Российской Федерации. В преддверии пасхальных праздников коммунальщики убирают из Гудерской кладбища. В работе по очистке кладбища задействована вся техника, которая есть у коммунальщиков. За неделю вывезли десятки машин мусора. К работам приступили уже неделю назад и уже выполнен большой объем. За год здесь копилось много мусора, уже вывезли десятки машин. Большая просьба к жителям республики, которые приходят сюда, убирайте за собой свой мусор в баки, которые предназначены именно для этого. Каждый год мы убираем кладбище, но через некоторое время здесь снова появляются кучи мусора. Уборка на территории кладбища продолжится после Пасхи. Аналогичные работы коммунальщики столицы проводят ежегодно. Кроме того, к очистке территории кладбища ранее привлекали военнослужащих и инициативные группы. Сегодня в нашей традиционной рубрике, посвященной 9 мая, мы продолжаем рассказывать о подвиге людей, которые работали в тылу и помогали тем, кто воевал на фронте. Мухар Бибилов, который в годы Великой Отечественной войны был еще мальчишкой, в те страшные годы помогал матери вязать носки и рубашки для фронтовиков. В годы Великой Отечественной войны Мухару Бибилову было всего 10 лет. Он помнит, как мужчины призывного возраста ушли на фронт. Остались только женщины, старики и дети. Именно им пришлось заменить мужчин на полях, на лесопилках и заводах. Мухар Бибилов прошел тяжелый жизненный путь. Еще ребенком, наравне с взрослыми, он выполнял нелегкую работу. Иногда приходилось работать круглые сутки. По вечерам 10-летний мальчик помогал своей маме вязать носки и рубашки для фронтовиков. Со слезами на глазах Мухар вспоминает день, когда по всему миру разнеслась весть о том, что советский народ одержал победу над фашистской Германией. После окончания войны на протяжении долгих лет трудился он на благо своей республики. В 1959 году Мухар Бибилов женился. Семья у него большая. Пятеро детей, четыре дочери, один сын и 16 внуков. Несмотря на возраст, Мухар постоянно в делах и заботах. В свои 88 он со своей супругой продолжает помогать детям воспитывать внуков. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. На этом наша программа подошла к концу. Мы работали в прямом эфире. Я Ольга Цхавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин